и например как тоже знаете есть один анекдот про блох и левшей я сейчас его расскажу и значит он мне напоминает такой момент значит рассказывают вот мол жила семья счастливая все было замечательно у них был кот вася но вот началась война и они кота васю съели то есть но как бы расписывается так красиво и подробно как жили они счастливы и замечательно ты-ты-ты-ты как у них был котик как они его любили тут короче началась война было нечего кушать они съели своего кота васю вот и это звучит ужасно на самом деле дети плакали узнав вот это вот все это ну честно ну так не рассказывают про войну война это не про кота васю и вообще такое рассказывать детям маленьким впечатлительным но это ужас они придут домой начнут обнимать вот например демир пришел домой начал обнимать своего кота раз он расстроился очень сильно и говорит но мы же не съедим кота да блин ну честно это по-варварски как-то да нормальные люди не едят своих котов и не оставляют своих котов собак и так далее в бомбежке нормальные люди обычно забирают своих питомцев вместе с собой я знаю кучу людей которые вывозили и по нескольку собак там кошек и так далее доставали из завалов их ну нормальные люди забирают своих животных с собой потому что они живые они привыкли к нам они любят нас им тоже все это страшно и непонятно надо быть мразью чтобы оставить свое животное в войну вот многие люди наоборот и я знаю что в украине некоторые и коней перевозили и коров и женщина одна с петухом эвакуировалась говорит как я свою тимошу оставлю мы горит с ним всю войну всю жизнь пережили там все всю войну там то вот это ну как можно я не понимаю вот и значит по поводу анекдота про блохи значит студент один вытягивает билеты значит улона кроме то ли то ли правшей чем он ничего кроме в про кроме как правшей не учил вытягивает билеты значит ему попадается там например про кошек рассказать да и он значит рассказывает мол ты-ты-ты-ты-ты кошка это там такое ты там животна там 4 лапы хвоста тттт и вот они уже шесть и в шерсти могут быть в Ragani и рассказывают 통 братаи тоже самая была ситуация допустим про собаку начинают рассказать про собаку говорит и потом про верблюда говорит утт у него еще plus в шерсти могут быть в шее и рассказывая дальше правшей но потом за дают значит рыбон говорит вот у рыбы чешуя но если бы у него была 6 не могли бы быть И рассказывает дальше про вшей Вот так и здесь тоже Жила-была семья, все было замечательно У них был кот Вася, когда Васю взяли и съели Ну, блин Меня очень раздражает то, что у нас вот есть Один такой товарищ-деятель Вот, ему 18 лет Война идет, тоже 8 лет Значит, мальчику, когда была война, было всего 10 лет Что он понимает? Ничего он не понимает Еще, абсолютно Он толком не пожил при Украине Потому что сначала был маленький Потом только начал учиться в школе Началась война, та-та-та-та-та У него не может быть своей политической точки зрения Он еще не пожил толком в том государстве Против которого он теперь выступает Вот, и так далее, и тому подобное И какое у него может быть мнение? Вот человек этот на данный момент воюет На стороне ДНР, да? Какое у него может быть мнение, друзья мои? Вот какое? У него может быть только то мнение Которое он получил Которое вот основалось Благодаря мнению его родителей Мам, бабушек, дедушек и так далее То есть у него мнение не его У него просто оценка того, что ему рассказали Родители, знакомые и так далее И с этого он складывает свое мнение Свою точку зрения Но это мнение не объективное Объективного в таком возрасте мнения Политической точки зрения У человека быть не может Только к 18 годам Опять же, если бы пожив на территории этого государства Может быть Какое-то и может быть свое мнение А он пожил до 10 лет на территории этого государства Никакого объективного мнения у него нет И вообще меня очень раздражает То, что нам рассказывают Нам рассказывают тот факт Что, мол В общем, очень сильно Очень сильно сейчас И в телеграме тоже я читаю В группе Очень сильно топят за то Чтобы учить детей Вот этой происходящей ситуации Вот Учить в школе там На уроках Малышей этому обучать И так далее Друзья мои Не надо этого делать Хотя бы даже по той простой причине Что вы навязываете детям Свою точку зрения У них не будет своего мнения Все, что у них есть Все, что есть сейчас у детей Нынешних Это мнение взрослых